Кажется, что несколько минут назад мы с вами встречались здесь же, встречали наших замечательных мастеров, открывали первый международный фестиваль «Резчиков по дереву, загляни в сказку» в Гусь-Хрустальном. О финном закрытии и подведении итогов первого международного фестиваля «Резчиков по дереву» в Гусь-Хрустальном под названием «Загляни в сказку». Я предоставляю слово заместителю главы города Гусь-Хрустального по социальному фестивалю «Резчиков по дереву». Сегодня мы собрались именно для того, чтобы от имени всех жителей Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального обновляем нашу сказку. Давайте все поприветствуем и скажем спасибо фонду за то, что мы имеем с вами такие замечательные скульптуры. Аплодируйте! В нашем городе Гусь-Хрустальный, и мы с вами заглядываем в сказку, вы теперь уже от хамаги, вы волшебники. Приезжайте к нам еще, мы вам будем очень-очень рады. Спасибо вам большое. Ну что ж, а сейчас Борт Владимир, блестящий мастер, лауреат многочисленных, профессиональных, всероссийских... ...работа бабы Ягаски-бордистка за активный образ жизни, чтобы наши пенсионеры были столь же прекрасны. Овации! Все, кто сегодня присутствует на этом торжественном моменте. Эдвардовичан Никулко, Республика Беларусь. Вашу работу. Ну, у меня, лица, спортсменка, тоже олицетворяет здорового в жизни. Спортсменка такая, футболистка, и колобок, он с одной стороны колобок, а с другой стороны мяч. Поэтому всем желаю здоровья и успехов. Участника Блиц-турнира вручается Ивану Эдвардовичу Никулко. Ее очередную работу в нашей сказке. Пожалуйста, Сергей Леонидович. Ну, моя работа. Маша Медведь. Любимейший персонаж. Сказка, она есть. Блиц-турнира вручается Сергею Леонидовичу Смолову. Московская область. Композиция называется «Лесной мастер». Бобер такой в существенном виде. Немножко мультяшный. Все думают, что он умеет только грызть зубами, а оказывается, еще бензопила у него в руках выпиливает медведя. Ну, шутки, такой образ. Там даже на бензопиле, по-моему, марка обозначена, да? Фирма «Штиль». Я про это и скажу. Какой фирмы. Диплом участника. Пожалуйста. И огромную благодарность всех жителей Быстростального. Вам слово, пожалуйста. У меня сова-врач. Немножко интерактивная. Можно подойти, послушаться стелоскопом. Прислониться спиной, грудью. Снизу кардиограмма уже выходит. Уже можно записываться на прием. Дорогие друзья, пожалуйста, кто первый на прием? Если что, мы знаем, куда кому обращаться. Спасибо вам большое. Диплом участника и подарки. Романович Баринов. Город Собелька. Самый молодой участник сегодняшнего Бликс-турнира представляет свою работу. Пожалуйста. Моя скульптура называется Золотой петушок. Он в колпаке и спицы на подносе. Это очень актуально. Спасибо вам большое. У меня еще несколько слов. Александр, спасибо вам большое. Ваш диплом подарок. А еще в этом году, уважаемые жители города, как вы все знаете, год педагога и наставника. Вот работа в самой первой песочнице, да, там маленькие ваши работы были. Поэтому добро пожаловать и будет крустально еще. Мы вам всегда рады. Любовь Геннадьевне Бывальцевой. АПЛОДИСМЕНТЫ Геннадьевне Бывальцевой. АПЛОДИСМЕНТЫ Геннадьевне Бывальцевой. Геннадьевне Бывальцевой. АПЛОДИСМЕНТЫ Геннадьевне Бывальцевой. 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 Ну, я очень рад, что осуществился один из моих проектов, мне бы очень было, наверное, сложно сделать это одному, я как бы благодарен жителям города, которые меня поддержали, они оставили наедине. Конечно, нашей администрации, фонду, моим друзьям, мастерам, которые согласились и приехали нас порадовать своими работами. Очень здорово все получилось, даже вот нет слов просто. Я очень рад. И это большая творческая площадка для моих учеников из школы, которые все эти два дня с фото на лице помогали мне, делали мастер-классы, помогали мастерам, убирали мусор и все остальное. Спасибо вам всем огромное за такой прием. Огромное спасибо. О ребятах, которые помогали проводить этот фестиваль, мы сегодня еще скажем особо, и в магазину инструментов «Гелиос» в лице Ивана... ...помощь Марина Сергеевна. Поэтому спасибо громадное, и мы будем сотрудничать в дальнейшем. Участников первого международного фестиваля вещиков по дереву «Загреми в сказку» заканчивается, но продолжается наш праздник.